Сегодня мы с вами еще раз поговорим про дыхание и поговорим про психосоматику и проблемы. Почему сегодня очень многим людям трудно дышать, даже если никакое заболевание не диагностируется, дышать все равно становится трудно. И есть некое стеснение в груди, в принципе сделать очень трудно вот такой большой вдох. У кого-то это уже несколько лет наблюдается, кто-то после пандемии до сих пор все еще ощущает это состояние. И сегодня я с вами об этом поговорю. Может быть у вас будут какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите, я буду по ходу на них отвечать. А в целом у нас сегодня будет тема затронута в рамках и психосоматики, и астропсихологии, и ароматерапии. Как ароматерапия это база наша. Ну и с точки зрения энергии мы тоже разберем эту тему, потому что это все мои темы, с которыми я работаю уже очень много лет как специалист с людьми. И покажу сегодня на примере отзыва, как у женщины в результате нашей с ней работы действительно ушел некий бронежилет. Она стала вдруг легко и свободно дышать. Поэтому сегодня мы с вами поговорим про дыхательную систему, про заболевательные дыхательные системы, основные причины и симптомы заболеваний дыхательной системы. Мы поговорим про психосоматику, ну и поговорим про основные альтернативные методы, которые можно использовать в жизни в целях профилактики. Потому что мы сегодня с вами говорим о том, что все необходимо делать с целью профилактики. Не тогда, когда болезнь уже настала, кризис какой-то настал в жизни, а когда мы идем по жизни легко и радостно, и, в принципе, обходим вот эти углы каких-то кризисов и заболеваний. И в конце мы с вами решим совместно, что мы с вами сегодня будем делать. У меня для вас заготовлена и медитация на дыхание, и лежим мы с вами, поработаем с энергетическим сеансом. Здесь я прошу вашей обратной связи, потому что решать будете вы. Сегодня я передаю вам это решение. И сейчас прямо я бы хотела, чтобы вы для себя отметили по десятибальной шкале на какой отметке находится ваше спокойное, ровное, легкое дыхание. Вот когда вы делаете глубокий вдох, выдох, и очень легко это все прям получается, отметьте для себя. У кого-то это прям будет десятка, у кого-то это будет так себе, вроде бы могу дышать спокойно, вроде бы не могу на пятерке. А у кого-то действительно есть трудности с дыханием, потому что есть какие-то заболевания. Ну и наверняка вы все знаете, или, может быть, отслеживали. Если не отслеживали, прошу вас сейчас погрузиться в это отслеживание и вспомнить момент, когда вот даже сейчас вы говорите, вы сидите, вы что-то делаете, но ваше дыхание происходит на очень, ну таком, знаете, быстром, ускоренном автоматическом уровне, да, и настолько, что вы даже это не осознаете. В принципе, это так и должно быть. Это все наши системы организма работают на автомате. Да, мы разговариваем, мы живем, мы занимаемся своими делами, наша кровеносная система работает в своем режиме, дыхательная система, сердце работает в своем режиме, да, то есть мы не задумываемся о том, как мы делаем вдох. Но для меня это тоже был огромный такой инсайт. Пандемия 2020 года показала, насколько все-таки, несмотря на то, что все наши системы работают автоматически, да, и мы даже об этом не задумаемся, необходимо с благодарностью иногда сесть, да, ну, в позе медитации, там, или просто сесть и просто вот от души поблагодарить поблагодарить все наши системы организма за то, что они вот так вот слаженно, без перебоя работают, да, и на секундочку осознать. Знаете, это на самом деле, вот когда люди говорят, что ой, там, я не могу, например, сидеть 15-20 минут в медитации, мне не получается. А ведь не обязательно сидеть просто как столб, да, в медитации, чтобы руки, ноги не двигались и так далее. Здесь важен момент в том, что с какой целью вы садитесь в эту медитацию, я сейчас немножечко ухожу не в то русло, да, но это, видимо, очень важно, раз пошла я об этом говорить. Когда вы садитесь и с благодарностью, назовём это тоже медитацией, да, прислушивайтесь к ритму вашего сердца, ага, сердце стучит, а как стучит? Быстро, медленно или с перебоями? Дыхание, насколько оно ровное, насколько оно без хрипов, насколько оно без перебоев, ага, чувствую, да, и вот когда вы начинаете осознавать, как работают все системы вашего организма, и возблагодарность, то есть вы благодарите все ваши системы, дыхательную, кровеносную, пищеварительную, да, ощущаете, что у вас там происходит в желудке, в желудочно-кишечном тракте, ага, есть ли набухание в животе, ага, есть, почему, да, положите руку туда, посмотрите, что хочет в этот момент сказать ваш живот, ваш желудочно-кишечный тракт, то есть положите руки на любую часть своего тела, и начинайте, мы сегодня говорим с вами про дыхание, про дыхательную систему, и начинайте осознанно дышать, медленно, прямо вот с благодарностью, с расстановкой, видите, какой я сделала вдох, медленный, глубокий, благодарный, и вот в таком состоянии, представьте себе, если вы где-то сидите, смотрите вдаль, читаете книгу, пьёте вкусный чай или кофе, у вас ровное дыхание, вы благодарны всему на свете, вы представляете, как хорошо людям вокруг вас, как меня недавно спросили, я только вернулась из отпуска, и меня спросили, а вы всегда такая спокойная, я сказала, да, с детства, так вот, да, и в этот момент, вот это вот дыхание, вот это вот спокойствие, да, вот это и есть медитация, когда говорят, что такое медитация, это и есть медитация, с благодарностью быть в себе, со своим телом, со всеми, со своими системами, осознавать, как происходит этот вдох, да, и вот дальше, когда вы уже наблюдаете эти процессы, осознанно, даже если вы где-то бежите, марафон, даже если вы куда-то торопитесь, на автобус, на самолет, я не знаю, даже если у вас какая-то запарка, на работе, и вы все время в каком-то темпе находитесь, вы все равно будете, вот в этом ровном состоянии, потому что у вас вот на, тоже на подкорке, где-то будет вот эта некая осознанность, присутствовать, вот это вот дыхание ровное, да, оно все равно вы будете к нему возвращаться, будете его ощущать, даже если вы находитесь в беготне. Вот такое было небольшое введение, ну что ж, мы все знаем, что основная функция дыхательной системы, это выполнение воздухоносной, дыхательной или газообменной функции, то есть доставки в организм кислорода и выведение из него углекислого газа. И в принципе на этом основана работа всех систем нашего организма, да, если вы вспомните про пищеварительную систему, то же самое, получаем питатель, то есть получаем пищу, происходит абсорбирование, абсорбция питательных веществ, да, и ненужные все вещества начинают наш организм покидать. Мы говорили с вами в вебинаре про пищеварительную систему, что есть некий сбой, да, психосоматики в голове, в мыслях, да, если у нас не происходит, если у нас сбой в работе пищеварительной системы, то есть не поступают питательные вещества и не вовремя выводятся ненужные вещества из организма. И то же самое, дыхательная система, то же самое. Если есть сбой в том, чтобы доставлять в организм кислород, да, и выводить из него кислый газ, то здесь мы говорим про то, что где-то на уровне психосоматики, на уровне мышления, да, происходит какой-то сбой. Почему? Потому что, ну, действительно, очень многие процессы, да, они начинаются с мыслей, из каких-то внутренних наших конфликтов. Сейчас я вам об этом тоже расскажу. И в воздухоносных путях происходит очищение, увлажнение, согревание вдыхаемого воздуха, а также восприятие запаха, температурных и механических раздражителей. Самые основные заболевания дыхательных путей, о которых знает любой школьник, да, это бронхит, астма, плеврит, ларингит, фарингит, пневмония, любые заболевания легких, но и наверняка есть еще какие-то другие заболевания, да, я перечислила самые-самые основные, ну, и в целом, когда просто, просто очень трудно делать хороший вдох. И что же влияет на, да, и что происходит, какие основные симптомы того, что есть некие заболевания с дыхательной системой. Во-первых, одышка, да, удушье, опять-таки, мы говорим здесь, ну, как бы в целом, да, что когда есть некие проблемы, там, одышка и так далее, то есть это может быть симптом, например, одышка и анемия, допустим, да, но мы говорим про некие комплексные, скажем, то есть, допустим, если у вас есть какие-то симптомы, вы идете, проверяете, издаются анализы, конечно, это все очень комплексный подход, но в целом основные симптомы – это одышка, это удушье, это кашель, непроходящий кашель по несколько месяцев, это боль при дыхании, и, конечно, все это создает трудности при движении, это все создает трудности вообще по жизни, потому что, ну, ты, вообще любой сбой в системе организма, да, это все, то есть ты можешь, ты перестаешь радоваться жизни, хотя, хотя основной психосоматический признак, конфликт того, что есть проблемы с дыхательной системой – это отсутствие радости в жизни, ну, и как бы получается некий такой, да, двоякий момент, что нет радости, получаем заболевание, да, и опять-таки, как бы нет радости, потому что болеем, ну, наверняка вы сейчас вспомните, ситуации, когда люди чем-то заболевали сложным, и они все бросали, и говорили, ну, и ладно, да, ну, вот что я теперь могу сделать? Бросали все, уходили в путешествия, начинали наслаждаться жизнью, и вдруг они резко выздоравливали, то есть это реально, есть факты и фильмы, которые построены, существуют, да, с этой темой, они тоже очень многие основаны на реальных событиях, почему? Потому что человек начал радоваться, наконец-то, жизни, да, потому что понял, что кроме проблем, кроме каких-то постоянных забот, переживаний, есть еще все-таки радость, и она должна быть на первом месте, ну, и что влияет в основном, да, на здоровье нашей дыхательной системы, в принципе, все то же самое, что я озвучиваю на всех своих вебинарах, но, говоря про дыхательную систему, необходимо ответить, мы сначала с вами поговорим про более-таки внешние факторы, которые мы вообще в своей жизни должны устранить, да, это не только потому, что мы заботимся о дыхательной системе, но и потому, что этого не должно быть, в принципе, в нашей жизни, но какие-то вирусы, бактерии, они влияют на здоровье дыхательной системы, внешние аллергены, какие-то могут быть аллергены, это бытовые аллергены, это какие-то, допустим, химические препараты, химическая, химикаты, которыми мы моем посуду и так далее, аллергены животных, да, пыльца растений, то есть некие аллергии, которыми, допустим, человек страдает тоже в течение жизни, допустим, пищевые аллергены, профессиональные аллергены, это, например, какие-то салонные принадлежности, лаки для волос или принадлежности для того, чтобы создавать ногти, наращивание, какие-то лекарственные препараты, ну и, конечно же, такие факторы, на которые мы повлиять, в принципе, не можем, то есть если вот здесь мы перечисляем с вами какие-то моменты, на которые мы, в принципе, можем, если очень захотим, повлиять, да, убрать там животных, убрать, допустим, если у вас в вашем доме есть люди, которые страдают заболеваниями дыхательной системы, то убрать, допустим, ковры, постоянно делать влажную уборку, да, насыщать свое помещение зелеными растениями, если на них нет аллергии, допустим, ароматами, убрать любые какие-то химические там свечи, сейчас очень много красивых свечей, но они, в принципе, помимо того, что дают хороший аромат, они напичканы, конечно же, химикатами, хоть они очень красивые, но, например, насыщаются помещения, квартиру ароматами, ароматерапией, да, натуральными эфирными маслами, и вот здесь это все находится в зоне нашего контроля, а такие признаки, моменты, как экология, вредные привычки, наследственность, наличие других заболеваний, это тоже все влияет на здоровье нашей дыхательной системы, но на экологию мы не можем повлиять, в принципе, в масштабном уровне, но мы можем повлиять на экологию в нашем доме. Какие-то вредные привычки, курение, например, алкоголь, да, обычно приходят к этому, избавляются от этих вредных привычек, к сожалению, тогда, когда уже болезнь наступает. Наследственность, наследственность генетика, сейчас уже эпигенетика говорит о том, что гены не могут повлиять, да, на какие-то заболевания, если, например, какое-то заболевание было у вашей бабушки или мамы, то как бы есть страх или риск того, что вы тоже можете этим заболеть. Но на самом деле сегодня говорят о том, что даже если у вас есть такой риск, то если вы в своей жизни придерживаетесь здорового образа жизни, совершенно других привычек, когда живете здоровой, здоровой жизнью, занимаетесь спортом, окружаете себя правильными привычками, правильно питаетесь, да, реально занимаетесь экологией своего мышления, то очень многих наследственных заболеваний вы просто можете избежать. И вот это вот прямо открытие. Ну и, конечно же, стресс и психосоматика, потому что гены, гены, даже если есть в генах риск заболевания, то эти гены могут активизироваться только при наличии неправильного образа жизни, нездорового образа жизни, когда вы живете, как пойдет, так и буду жить, кушаете, что попало, не следите вообще за рационом, за своим телом, за его весом, за его красотой, ну и плюс не следите за своим мышлением, подсознанием, не следите за тем, чтобы вовремя выгружать из себя весь стресс, то, конечно же, вот этот накопленный хронический стресс, он и будет вам активизировать в какой-то момент вашей жизни те риски заболеваний, которые у вас есть вообще в генетике, которые у вас, вот так как я еще астропсихологией занимаюсь, очень многие риски заболеваний, в принципе, можно прочитать в натальной карте человека, и вот наша задача жить так, чтобы эти риски, они так и оставались рисками и не переходили в сами заболевания. И что? Что же нужно менять в своей жизни для того, чтобы не болеть? Конечно, здоровый образ жизни, витамины, то есть постоянно, ну как постоянно, хотя бы раз в полгода, раз в год проходить чекапы, наблюдать, как меняется ваше состояние, анализов, начинаете принимать витамины, но не так, чтобы просто выпить какой-то комплекс поливитаминов, а реально отслеживаете ваши дефициты, там магний, цинксель, в зависимости от того, что вам необходимо, вы просто осознанно к этому начинаете относиться, и это, знаете, очень классно, на самом деле, я вот очень много сейчас этим занимаюсь, читаю постоянно, вот у меня, я вся окружена книгами, вот такие вот у меня, представьте себе, толстые талмуды по здоровью, и это прям очень интересно, когда ты отслеживаешь буквально каждый сигнал своего тела, своего организма, ты даже чувствуешь в какой-то момент, какого там элемента у тебя начинает не хватать, это вот такая, знаете, полная-полная осознанность и коннекшн со своим телом, ну и, конечно, спорт, ходьба, тот вид спорта, который вам нравится, от которого вы получаете удовольствие ваше тело, причём вы можете периодически менять, да, то заниматься одним видом, то другим, да, то есть опять-таки слушайте ваше тело, чистая вода, воздух, минимизируйте стресс, или даже если он всё-таки присутствует, да, понятно, что есть какие-то рабочие процессы, которые, ну, могут на нас влиять, как-то давить, да, но для этого у вас есть и вечер, когда вы приходите домой, и это ваше время, это ваше пространство, где вы всё это, да, красиво оформляете, это некий ваш такой, ваша ракушка, куда вы погружаетесь, и вот там вы реально просто вот в такой безопасности, в гармонии, просто это нужно научиться создавать для себя. И самое важное, если мы говорим сегодня про дыхательную систему, вот то очень важно, практики на дыхании, да, вот сейчас вообще очень много, прям очень много видов, можно прям в гугле написать практика дыхания, и вам выйдет целый список, какие практики вы можете для себя выбрать и делать, да, и любая из этих практик, она по-любому вам поможет налаживать ваше дыхание, даже если вы не хотите никакую практику делать, просто вот как я вначале вам подсказала, да, вы просто садитесь, всё, да, вы продышали, и вам больше, в принципе, ничего не нужно, это вот осознанное дыхание, это connection, соединение со своим дыханием и телом. Дальше, во время этой практики можно включать ароматерапию, аромодиффузор, присоединять эфирные масла и наслаждаться этим процессом, да, вдыхать вот эти натуральные эфирные масла, которые сразу же и начинают воздействовать на вашу подкорку, на ваше подсознание и выгружать оттуда весь ненужный стресс, окей, то есть у вас получается два в одном, дыхание и выгрузка стресса через ароматерапию. Чистота и гигиена в доме, об этом я уже много сказала, это озеленение, это ароматерапия, представьте, когда вы заходите в дом, где, во-первых, все чисто, нет никакого хлама, чистые окна, занавеси, нет никаких там пылесборников, зеленые растения, аромодиффузоры с ароматами, красивые свечи, пусть они будут натуральные, прекрасная музыка, да, и все, и вот в этой атмосфере вы занимаетесь своими практиками. Какие это практики, вы выбираете для себя, любые альтернативные методы, которые вам дополнительно помогут в вашем дыхании. Например, у кого-то это будет целительство, у кого-то это будет йога, у кого-то это будет какая-то энергопрактика, то есть каждый из вас выбирает сам для себя в зависимости от вашей ситуации. Не забывайте часто проветривать ваше пространство, уберите все химические вещества, ковры домашних животных. Опять-таки, мы говорим о том, что если есть критическая ситуация в доме, то есть в доме есть человек, у которого аллергия, которому трудно дышать. И по возможности переходите на экопродукцию, на которой написано это эко, неважно, это следство для мытья посуды или что-то другое. Ну и у нас в компании, кстати, Дотера, по ароматерапии тоже очень много экологических средств, которые вы можете приобретать и использовать в своем пространстве. Поэтому вот такие у нас альтернативные способы для взаимодействия с собой. Ароматерапия, йога, дыхание и, конечно же, разбираемся в причинах вашего заболевания через психосоматический разбор, через энерготерапию или целительство. Есть моменты, когда мы хотим сами разобраться, почему, например, у меня бронхиальная астма, почему, например, у меня какое-то легочное заболевание. То есть я являюсь специалистом биопсихосоматики новейшей германской медицины еще. И там мы можем разобраться конкретно в причинах. То есть какая причина у этого заболевания, какой внутренний у меня конфликт когда-либо был создан, который повлиял на то, что у меня создалось такое заболевание, например, заболевание дыхательной системы. И мы прямо раскапываем, копаем, смотрим, убираем эти какие-то причины. А в целительстве, например, это вторая часть моей, и даже, может быть, основная часть моей работы. В целительстве мы не разбираем, мы просто работаем целительскими энергиями, и во время работы энергии сами устраняют какие-либо причины заболеваний, и все очень так происходит со временем. То есть уходит и причина. То есть мы своим умом не раскапываем. Энергии делают все сами за нас. Но есть люди, я, кстати, тоже отношусь к этим людям, которым нравится еще и раскапывать, посмотреть, например, ага, почему у меня произошло вот это вот, почему сейчас у меня дышка, почему у меня аниме, почему у меня железо понизилось, например, да, я смотрю, ага, вот потому что, есть вот такой-то конфликт, надо, значит, менять мышление и так далее. Ну, то есть тоже очень интересно. Поэтому здесь хорошо, когда все так вот очень в комплексе. И сегодня мы с вами как раз разберем по ароматерапии тоже подойдем с точки зрения ароматов к этому моменту, да, и немножечко разберем все-таки психосоматику конфликтов, которые влияют на заболевания дыхательной системы. Основной конфликт, вообще этот основной конфликт, он влияет не только на заболевание дыхательной системы, но и на заболевание каких-то других систем. Это отсутствие радости жизни. И я бы сказала, что это вообще ключевой фактор, ключевой конфликт очень многих заболеваний. И по крови, кровеносная система, то же самое падение железа, анемия в целом. Чтобы мы всё-таки не разбирали, ключевое – это отсутствие радости и удовольствия в жизни, когда я себе не позволяю. Буквально позавчера у меня была клиентка, но совершенно по другой теме. И вот она говорит о том, что я вроде бы себе позволяю массаж, позволяю удовольствие, но потом я себя начинаю винить, у меня чувство вины, что у кого-то это нет, ну и так далее. И вот это всё нужно убирать для того, чтобы понимать вообще, что на самом деле мы-то пришли в эту жизнь, на эту планету не прозябать в проблемах и заболеваниях. Мы пришли сюда для того, чтобы прожить свою жизнь, для того, чтобы радоваться, получать удовольствие. Почему же у нас всех появляется чувство вины от того, что мы радуемся, живя здесь? Это наша миссия, это наша задача, это реально наша задача. То есть это задача Создателя. Почему же мы все об этом забыли и ушли вот в это вот-вот-вот, надо-надо-надо, там миллион заработать, надо себе огромное пузо отрастить для того, чтобы создать себе этот миллион. Иначе там, а потом два миллиона, а потом пять, потому что у кого-то пять, значит теперь у меня должно быть десять. И не факт, что там у меня уже инсулино-резистентность зашкаливает, и куча проблем, и живот огромный, да, но зато у меня там есть десять миллионов. Понимаете, вот это. И то же самое с дыхательной системой. Я просто замечала, что реально есть некий такой тоже внутренний большой конфликт, какая-то очень большая внутренняя печаль, внутренние слёзы. Я не могу радоваться, я не радуюсь, я очень сильно чем-то всё время печалюсь, и я не позволяю себе радоваться. Вот это вот как раз-таки про это. И что необходимо для того, чтобы начать себе в жизни эту радость восстанавливать? Во-первых, вообще надо её выкорчевать. То есть эта радость, она у вас где-то внутри похороненная. Она где-то очень там далеко за семи печатями, вы где-то её так-так хорошо спрятали, что не дай бог я вдруг порадую своей жизнью, всё, завтра я буду плакать. Поэтому радость жизни, находим её, прям откапываем огромные лопаты. Где моя радость жизни? Как хотите. Через ароматерапию, через энергопрактики, через работу с специалистом. Но вот как можно быстрее задача ваша её откопать. И просто, знаете как, не потому что радость, потому что у меня внук родился или дети родились, а потому что я живу, потому что я существую, вот просто потому что я есть. Это такой, знаете, сложный процесс, кажется, для многих. Но на самом деле мы, все дети, они рождаются с радостью. А потом вот это вот, знаете, такое засорение происходит. А взрослых начинают какие-то там убеждения, взрослые начинают детям убеждения какие-то насаживать, свои заботы, свои печали как-то вот сверху-сверху кидать. И ребёнок такой раз там в 17 лет, да. Окей, не знаю, что хочу, куда дальше, да. Мама хочет, чтобы туда пошёл, папа хочет, чтобы туда пошёл, да. А вообще я не знаю, что я хочу. Вообще вроде бы у меня уже в 17 лет и радости нет. Ну вот бывает такое тоже. Найти обязательно своё любимое дело. Вот то любимое дело, от которого у вас просто всё по швам трещит. И вот вы прям не можете жить без того, чтобы там это не делать. И это может быть дело, это может быть хобби, это может быть чтение книг, но это что-то, от чего вот прям вот у вас всё. Вот руки трясутся, энергия прёт, и вы говорите, вот это всё моё. И вот это тоже даёт очень большую радость. Энергопрактики на регулярной основе, особенно сейчас, когда у нас вообще мы проживаем уникальный астрологический период, да, когда у нас там Нептун рулит во всей красе. Нептун – это у нас планета целительства, энергопрактика, ароматерапия, дзена, релакса, расслабления. Это вот прямо сейчас выходит на первый план. И сейчас, в принципе, это очень легко. Если не можете, сами запишитесь куда-то. Сейчас очень много сообществ. Ну и взаимодействие с эфирными маслами должно быть вашей многолетней постоянной практикой. Чем больше вы работаете с эфирными маслами, тем больше у вас этого дзена, релакса, расслабления. Вот знаете, некого такого вот удовольствия от пространства и от бытия. Это тоже даёт нам эфирные масла. Разные. Например, у нас есть… Кто у нас присутствует на курсе эмоциональной ароматерапии, там у нас есть аромароллер «Страсть», «Пэшн» и аромароллер «Чир, ура». Вот эти два аромароллера, особенно «Страсть», «Пэшн», они у нас отвечают за радость и как раз-таки за то, чтобы через взаимодействие с маслами этого роллера себе напоминать о том, что в жизни помимо забот и печалей есть ещё что-то большее, а именно радость. И вот каждый раз, когда мы этот роллер «Пэшн» наносим, что-то там начинает происходить с нашей лимбической системой, то есть масла начинают через обоняние взаимодействовать с нашей лимбической системой, где у нас очень много разных эмоций, страхов, тревог, мыслей, воспоминаний, и что-то начинает происходить. Мы вдруг начинаем действительно осознавать, ага, да, что-то вот, что-то начало происходить, как будто бы пошло какое-то движение в сторону радости. И вот здесь для получения ресурса радости я бы вам посоветовала эти арома-роллеры «Пэшн» и «Чир» отдельно приобрести и носить их прямо в своей сумочке. И вот обещанный отзыв, да, моя клиентка, это было лет, наверное, 2018 год, когда мы с ней буквально за несколько сессий сняли её проблему, она не могла дышать, и ей казалось, что она, вернее, потом, после того, как мы это всё с ней проработали, оказалось, что она носила на себе бронежилет все эти годы, и когда этот груз был снят, она реально ощутила вот эту лёгкость, ощутила, оказывается, что после пробуждения можно так легко дышать, да, и это реально всё возможно, возможно, когда мы хотим. И реально без каких-либо… Ну, в этом случае медикаменты просто не помогали. Насколько мы всегда говорим, что всё должно быть параллельно, да, медицина и духовное развитие, альтернативные методы ароматерапии, в данном случае не помогало, поэтому обратились ко мне, ну, и вот и вам результат. И помимо Passion и Cheer, да, двух наших аромасмесей, у нас есть ещё не менее замечательная смесь, которую мы очень подробно рассматриваем на курсе «Семейная аптечка». Эта смесь называется «Бриз» – дыхание, и её основное направление – именно восстанавливать наше дыхание и укреплять наш иммунитет. Ну, это вот конкретно, когда есть момент того, что упал иммунитет, какой-то вирус попал, заболел, грипп, кашель, никак не могу выйти из этого состояния, мы берём эту смесь респираторную и начинаем её использовать в самых разных способах. Начиная от аромодиффузора, заканчивая аромованной, массажами и даже рефлексотерапией стоп и ладони, ну и холодная ингаляция непосредственно из флакончика или же ингаляция с… ну, продают специальные ингаляторы. Если говорить совсем про рецепты, мы на этом вебинаре про рецепты не говорим, про рецепты у нас есть отдельный курс «Семейная аптечка», который у нас в августе, наверное, стартует ещё раз, как раз перед осенним периодом. И вот эта смесь, она не только облегчает наше дыхание, она и устраняет храп, она устраняет заложенность носа, работает, если есть кашель, дезинфицирует, очищает и дезинфицирует воздух в помещениях. То есть дома, если есть больные, люди, которые всё время кашляют, болеют, то есть необходима дезинфекция воздуха, здесь мы используем эту смесь. Поддерживает в целом здоровье дыхательной системы, содействует спокойному сну, укрепляет иммунитет, защищает дыхательные пути от инфекций и ускоряет выздоровление при респираторных заболеваниях. Также помогает избавиться от хронических воспалительных процессов в дыхательной системе и оказывает противовоспалительные, тонизирующие, общие укрепляющие действия. Но здесь уже это общая информация, когда вы используете эту смесь, естественно, что она точно воздействует на какое-либо ваше заболевание. И про энергетику этой смеси сейчас я вам тоже расскажу. Почему? Потому что в состав этой смеси входят несколько эфирных масел, такие как лавр, эвкалипт, чайное дерево, мята, лимон, кардамон, равенсара и равенсара. И все эти по отдельности эфирные масла, они также работают с дыхательной системой, с иммунной системой, восстанавливают хорошо нашу энергетику, дают нам больше энергии, тонуса. И не просто так, компания Дотера, мы сегодня говорим про компанию Дотера, эфирные масла, она соединила все эти масла именно в этой смеси, смеси Близ, которая и в целом воздействует великолепно на всех и разных уровнях на вашу дыхательную систему. И говоря про дыхательную систему, про энергию, вот помните, вначале я говорила о том, что если есть дисбаланс, дисбаланс, например, энергообмена, я даю много, я получаю мало, или я даю мало, но получаю, много получаю, а мало отдаю. Или же, например, что это может быть? Я, допустим, чувствую некую вину, вот мы сегодня говорили про радость, я хочу радоваться, но я знаю, что я потом буду чувствовать себя виноватой, потому что кто-то, например, сейчас в моей семье не радуется, и как я могу радоваться в этот момент. И вот что получается, мы сами себе закрываем вот этот поток, поток энергии, мы не позволяем этому божественному энергетическому потоку в нас заходить. А что такое радость? Радость – это энергия, это то, что идёт нам от Создателя. Любая энергия, любой какой-то поток – это всё то, что даётся нам Создателем. Радость, энергия, деньги, изобилие, всё это, всё это энергия. И то же самое вдох, дыхание. Вдох – это некое получение, отпускание – это выдох. То есть когда мы вдыхаем, мы получаем, когда мы выдыхаем, мы получаем что-то, отпускаем. Вот на уровне дыхательной системы, физиологии, вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Нет коннекшена, нет соединения, всё, мы не можем правильно, хорошо дышать, потому что есть какой-то психологический конфликт, какое-то заболевание. И то же самое на энергетическом уровне. Получаю вдох и отпускаю, вовремя выделяю, отдаю ненужное, выдыхаю. И если мы вроде бы можем, как-то, может быть, не на десятку, но хотя бы на семёрку, восьмёрку вдохнуть, но при этом как будто всё-таки трудность какая-то, как будто мы не до конца можем что-то выпустить. Нужно посмотреть, а что я в своей жизни не отпускаю, что я в своей жизни не до конца, с чем я не до конца прощаюсь, никак не могу распрощаться, никак не могу отпустить. Это может быть отношение, это может быть какая-то безделушка, которую уже давно нужно выбросить, а вы никак её не можете выбросить. Какой-то старый хлам, опять-таки какие-то старые отношения, какие-то старые деловые отношения, но всё ещё вы за них держитесь. То есть любой дисбаланс в дыхании, смотрим, где я не позволяю себе получить и где я не могу что-то отпустить в своей жизни. Вот сейчас, если у вас, может быть, вы вспоминаете какие-то такие ситуации, вот прям сейчас это отслеживайте. Так, дальше. То есть там мы говорим про умение отпускать старое и принимать новое. Насколько мы можем отпустить старое, насколько мы позволяем тому, чтобы что-то новое в нашей жизни образовалось, вот настолько в это новое пространство, новое и придёт. И это и как для каких-то вещей, и для каких-то отношений, и так и в целом тоже для всего нашего здоровья. Когда мы позволяем принимать жизнь, любовь, исцеление, когда мы, вот вы смотрите, да, тоже момент, я чувствую чувство вины за то, что я радуюсь. И это значит, что мы не позволяем божественному приходить в нашу жизнь. То есть мы не принимаем радость, а если мы не принимаем радость, потому что мы чувствуем вину, значит, мы не принимаем саму жизнь. И тогда Вселенная говорит, ну хорошо, не принимаешь, не принимай, вот тебе болезнь, вот сиди и не получай своё дыхание до конца, да. Ты же не хотел радоваться, вот сиди там, условно, задыхайся, да. Ну вот это так происходит, к сожалению. Ведь, смотрите, самый главный вдох нашей жизни, когда он происходит, когда рождается ребёнок, первое самое, что он делает, он делает вдох, да, и он заявляет миру о том, что я родился, всё. То есть это ещё раз говорит о том, что вдох, дыхание – это божественное, это божественная энергия. Поэтому мы просто обязаны ей открыться, раскрыться без какого-либо чувства вины. Открыться любви, жизни через освобождение от печали, получать эту радость от жизни, доверие, утешение, да, и все те блага, которые нам несёт, несёт эта жизнь. Ну и для того, чтобы нам легче через это было проходить, конечно же, открыться любым альтернативным методом, включая метод ароматерапии, для того, чтобы начать это принимать. Вот так. Ну что ж, есть ли у нас какие-то вопросы на тему дыхания, на тему сегодняшнего вебинара, есть ли у вас вопросы или комментарии. И я также хочу спросить, у кого из вас сейчас есть смесь БРИЗ, дыхания, есть ли у кого-то эта смесь сейчас, можете поставить плюсик или написать. И кто бы хотел с этой смесью сегодня поработать, например, через медитацию. Потому что без вашей обратной связи, знаете, мне как-то, я как будто бы сама с собой вещаю, да, и никаких комментариев. Мне было бы приятно пообщаться. Что вы хотите? Так, да, вижу, есть. Хорошо. А кто-нибудь из вас в рамках семейной аптечки курса прослушивал квантовую медитацию со смесью БРИЗ? Окей. Хорошо. Да, хорошо. Супер. Тогда что бы вы хотели сегодня? Давайте посмотрим по энергии. Я могу вам сейчас поставить квантовую медитацию со смесью дыхания, или же мы можем поработать с энергетическим сеансом. Выбор ваш. А, вот, Авигайль, только, да, вы, значит, новичок, Авигайль, добро пожаловать. Очень рады. Так, с чего лучше начать? А вот вы уже начали, Авигайль, вы уже в правильном направлении. Вы как раз-таки следите за нашим расписанием. В августе у нас будет курс семейная птичка, и там мы эту смесь БРИЗ будем очень-очень подробно разбирать со всеми рецептами, с медитацией. А сегодня как раз вот ваше водное, водное ваше занятие получается. Хорошо. Ну что ж, с практической медитацией Виталий пишет. Хорошо. Ну что ж, слово мужчина для нас закон. Тогда давайте приготовимся на следующие 20 минут. Как всегда, попросим ваших близких вас не беспокоить. Сядьте удобно в ваше прекрасное пространство, где вас никто ничего не отвлекает, где у вас прям прекрасная атмосфера. И возьмите с собой обязательно смесь БРИЗ. Вы ее будете вдыхать во время медитации. Так, буквально минутку на подготовку тогда. и у нас медитация будет идти 15, да, почти 16 минут. После медитации мы с вами вернемся тогда в чат и продолжим общение. Окей, что такое квантовая медитация? Это эту медитацию я записывала в потоке, то есть я вдыхала смесь БРИЗ, да, и то, что я там проговариваю, это шло у меня прям в потоке, в состоянии. Я все это передала в эту медитацию. И сейчас, когда вы будете вдыхать смесь БРИЗ, слушать мой голос, да, там практически без музыки, кажется, она идет, вы будете тоже как бы считывать эту информацию, погружаться в это и знакомиться с энергетическими свойствами смеси БРИЗ. Вот это очень важно. И каждый раз, когда вы будете ее прослушивать, вы всегда будете получать разные ощущения, разные результаты и разные инсайты от этой смеси. То есть она каждый раз вам будет приносить новую информацию. Хорошо. Ну что ж, давайте тогда начнем. Я свое видео сейчас выключу и вернусь к вам через 16 минут. Желаю вам хорошей медитации. Давайте вдохнем сейчас эфирную смесь дыхания БРИЗ. И уже с первого вдоха позвольте себе вдохнуть этот аромат не поверхностно, а со всей глубиной. и обратите внимание, как у вас получается сделать вдох. Позвольте себе сделать очень глубокий вдох смеси БРИЗ и выдыхайте медленно через рот. И как только ваше пространство попадает эфирные масла, смеси дыхания со своей энергией, в вашем пространстве что-то начинает меняться. И если вы сейчас находитесь в расслабленном состоянии, вы почувствуете, что начинает меняться в вашей энергетике. Возможно, вы начали зевать, и из ваших глаз идут слезы, замечаете. А возможно, у вас не получается по каким-то причинам сделать поистине глубокий вдох. осознайте, что вам мешает сейчас сделать очень глубокий вдох эфирных масел через нос. почувствуйте, как с каждым дыханием ваш вдох становится все более глубинным, медленным, осознанным. вы как будто бы позволяете эфирным маслам войти в вашу реальность. войти ваше пространство. дыхание это жизнь. Это свобода. Насколько вы сейчас ощущаете себя свободно для дыхания, для наслаждения, для удовольствия. сейчас, когда вы находитесь в полном погружении в себя и в свое тело, спросите себя, спросите свое тело, что не позволяет мне делать мне поистине глубокий вдох. вдох. и наблюдайте, наблюдайте, какие воспоминания, обрывки фраз или мысли или ситуации, которые вы не отпустили, приходят сейчас вам на ум. А возможно, где-то в теле сейчас откликнется какой-то блок или какая-то боль, которую вы заглушили в своем теле, не дали ей выхода в виде эмоции. Это непроработанная, невыпущенная эмоция, боль так и остались в вашем теле, купируя всю вашу энергию радости, позволения, свободы, самовыражения. Сейчас пришло время выпустить все то, что вам не принадлежит. Ни вашу энергию, ни вашу боль, ни ваши мысли, чувства, страдания, все то, что вы закупорили в своем теле, но то, что не является вашим и то, что сдерживает глубину вашего дыхания и через дыхание выражение, истинное выражение вашей радости, счастья и любви. позвольте этому процессу случиться и происходить абсолютно спокойно, без напряга, и наблюдайте сейчас, что происходит с вашими эмоциями, с вашим телом, если вы захотите сейчас плакать, то позвольте этому быть, не сдерживайте себя, свое тело, пусть выходит все то, что отслужило свой срок и уже не нужно вам ни на каком уровне, продолжайте вдыхать эфирную смесь дыхания и начните наконец наслаждаться своим дыханием, которое вы привыкли делать в попыхах, в спешке, иногда даже не замечая, как вы дышите. и не придавая этому внимания и значения. А сейчас почувствуйте всю радость и счастье вашего вдоха и всю радость и счастье вашего выдоха. почувствуйте глубокое успокоение, смеление, легкость в вашем пространстве, состояние абсолютного доверия ко всему происходящему. вдоха. И давайте сделаем еще один очень глубокий вдох. Медленно, медленно. вдоха. И очень медленный выдох через рот. Позволяя через вдох впустить свое пространство все нужное, новое, новую энергию и позволяя всему старому и всей старой энергии уйти с вашим глубинным выдохом. просто позвольте позвольте этому боюсь и позвольте пустить свое пространство новую новую энергию, новые вещи, новых людей, новые идеи, новую информацию. почувствуйте, как меняется аромат эфирной смеси дыхания. и почувствуйте, как вам сейчас хорошо оттого, что у вас нету привязки к старому, к старым энергиям, к старым связям, а впереди вас совершенно новое, то новое, которое вы прямо сейчас спускаете в свое пространство и позволяете всему новому быть для вас. давайте улыбнемся очень глубинно самому себе, своему пространству, новым возможностям и пусть эта улыбка закрепит новые возможности вашей жизни. вдох сделаем еще один глубокий вдох и почувствуем, как прямо сейчас совершенно новая энергия вошла в ваше пространство и как сейчас уже вам становится намного легче делать глубинный вдох и выдох просто позвольте этому быть и свершиться и давайте с полной благодарностью сейчас почувствуем новую энергию вокруг себя поблагодарим свое энергетическое поле вокруг себя поблагодарим энергетику эфирных масел и все то, что дарит и дает нам абсолютное дыхание свободу и вкус к жизни да будет так побудьте немножечко еще в этой энергии благодарности тотального позволения всего того, что должно произойти в вашей жизни и продолжая глубоко и медленно вдыхать и выдыхать когда вы будете готовы можете пошевелить руками ногами сделать подтягивания уже в новой энергии и потихоньку открывать глаза ну что как вы как прошла ваша медитация так мы сейчас запись завершим потихонечку пока все пробуждаются и дальше продолжим уже без записи так так и вот как то что сейчас мы